Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Открыты и ждут избирателей. В России началось трёхдневное голосование. Жизнь на колёсах. Водитель грузовика под Барнаулом четвёртые сутки спит в своей машине. Тренер-патриот. В Краевой столице прошёл турнир памяти Виталия Крючкова. Сегодня утром во всей стране открылись избирательные участки. Только в Краевой столице их более полутора тысяч. Наша съёмочная группа побывала на нескольких из них. Как проходят выборы в этом году, расскажем далее. Галочка напротив фамилии. Цена выбора – пять лет жизни. Именно на такой срок выбирают депутатов Госдуму. Один из главных представительных органов, которые определяют жизнь страны. Депутаты Госдумы рассматривают и принимают законы для всей России. Восьмой созыв выберут 450 депутатов. Те, кто сегодня решается прийти проголосовать, понимают важность своего выбора. На самом деле, ведь мы выбираем своё будущее. Мы выбираем тех людей, кто будет формировать бюджет. Мы выбираем тех людей, которые будут формировать наше законодательство. Причём на всех уровнях. Мы сейчас ведь формируем и Государственную Думу, и Законодательное собрание Алтайского края. Поэтому я уверена, что отсиживаться дома сейчас будет неправильно. Впервые выборы в Госдуму длятся несколько дней. Связано это, конечно, с противоковидными ограничениями. Кстати, на этот раз следить за выборами онлайн сможет не каждый. Доступ к трансляции имеют только кандидаты, партии и общественные наблюдатели. Их в крае 4000 человек. Но те, кто пришёл на выборы, признаются, что зачастую не сомневаются в строгости их проведения. У меня будут пожелания. Я уже договорилась с председателем, что я напишу депутатам пожелания. Ну, какие вопросы нас интересуют в основном? Вот меня интересуют вопросы ЖКХ. Мы же живём в этой стране. Мы должны знать, кто у нас в правительстве, кто у нас в местных органах власти. Читали мы про них. Впереди ещё два дня выборов. Самым популярным, скорее всего, по традиции, станет воскресенье. Эксперты ожидают, что в этот раз явка будет не ниже 2016 года. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Как организован процесс голосования на местах? Соблюдают ли участники санитарные нормы? Эту составляющую выборов контролирует общественная палата Барнаула. Её члены побывали на избирательных участках во всех районах города. Обнаружены ли недостатки? Ответы в нашем сюжете. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Наряду с горожанами с самого утра на выборах и члены общественной палаты Барнаула. Вот только пришли они не просто оставить свой голос, но и проконтролировать, как в целом организован процесс голосования на участках. О таких, напомним, в городе 264. Первыми встречали гостей участковой избирательной комиссии номер 231 на интернационале 80 и номер 225 на Ленина 38. Мы видели всё, что касается условий для избирателя. Мы видим работу членов комиссии, очень уважительное, добродушное. Мы видим обеспечение охраны общественного порядка сторон работников. Мы видим прекрасные стенды, на которых размещены фотографии всех кандидатов. Мы видим все те условия, которые сегодня требует СанПИН. Все участки на входе оборудованы металлодетекторными рамками. В эпоху коронавируса, как и полагается, избиратели обрабатывают руки, проходят термометрию и надевают защитную маску. Ряд избирательных участков имеет отдельные входы и выходы для разведения людских потоков. Вызывает удовлетворение от того, что мы видим. Это мнение всех членов общественной палаты, которые сегодня на объезде смотрят все те вопросы, которые, еще раз повторяю, заложены в инструкции. Напомним, на участках барнаульцы могут не только выбрать депутатов законодательные органы государственной власти, но и проголосовать за место для установки стеллы «Город трудовой доблести». Горожанам предлагается выбрать один вариант из одиннадцати. Анна Рашагирова, День с толком. Не обошлось и без неприятных историй. Наблюдатели от партий сообщают о массовом подвозе жителей для голосований сразу на нескольких участках Барнаула и Камня-на-Аби. Некоторые жители краевой столицы заметили у входа на участки очереди избирателей и автобусы. Поскольку подвоз избирателей, нарушение законодательства, жалобу направили в прокуратуру. Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае, ранее заметил, что инцидентов на участках не было. Серьезных замечаний, жалоб в адрес уполномоченного, так я понимаю, еще и до краевой избирательной комиссии не дошло. Есть некие сообщения, нуждающиеся в комментировании информации о том, что происходит на избирательных участках. Я согласен с Денисом Тадиславовичем, я тоже сегодня проголосовал, уже посмотрел несколько избирательных участков. Здесь в Барнауле все довольно хорошо организовано. Детям Алтайского края угрожает опасный штамм вируса полиомиелита. Его вспышки зарегистрировали в Самаре, Воронеже, Ростовской области и в Забайкалье. Вирус был завезен детьми, вернувшимися из Таджикистана. Для борьбы с заболеванием Алтайский край получил по федеральной программе препарат Пентоксим, чтобы поставить его детям до 2 лет и 14-летним подросткам. К слову, сейчас в крае почти 800 непривитых от вируса. Управление Роспотребнадзора рекомендует всем родителям, чьи дети еще не прошли подобную вакцинацию, бесплатно сделать необходимый укол в поликлиниках по месту жительства. Напомним, полиомиелит – острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему вплоть до паралича. Вместе с тем на Алтае зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Сегодня это почти 21 тысяча человек. Новая вакцина от гриппа Ультрикс-Квадри уже доступна по полюсу ОМС. Пока одни дворы закрывают, другие делают проездными. Жители Барнаульской многоэтажки возмущены транспортным потоком у себя под окнами. К ним едут, потому что дорога к соседним зданиям перекрыта бетонными блоками. Исправить ситуацию люди пытаются почти 10 лет. Анастасия Болотина продолжит. Пожары, ЧС и экстренная помощь – ситуации, которые ежедневно могут произойти в любом многоэтажном доме. С этим страшно жить, но страшнее знать, что к тебе могут не успеть. И причина тому – перекрытые дворы. В 2008 году жители дома по адресу Челюскинсов-220 поставили в своих дворах вот такие бетонные блоки и огородили проезд в свои дворы. Первый блок появился еще в советские времена. Почему это произошло, жители говорить не захотели. Но их соседи подумали, что идея неплохая. Так, с 2008 года бетонные блоки появились на въездах восьми многоэтажек. А двор на Анатоле-224 стал в прямом смысле крайним – проездным. В проезжую часть превратилась и местная аллея, где весной сбили ребенка. Просто перекрыли свои дворы бетонными блоками. И теперь весь автотранспорт, все едет. И мусоровозы, которые едут вывозить мусор от этих пятиэтажек, едут также через наш двор. У них даже дети не играют. А их дети приходят играть к нам, к девятиэтажке, вот с горки покататься, с косогора. И там у нас под окнами орут. Сложнее ходить и к остановке, подъезд которой для снегоуборочных машин зимой тоже перекрывает блок. По этой дороге перестали ездить после появления блока и коллектора в 2008-м. После установки других ограничителей схема проезда стала выглядеть вот так, включая пешеходную аллею. Ну а по дворам теперь просто так не проехать. В 222-м доме находится станция скорой помощи. И в экстренной ситуации путь врачей, например, к 69-му дому, мог бы выглядеть вот так, не будь блоков. Но из-за них приходится делать огромный крюк. Счет идет на секунды. Об этом и беспокоятся жители 224-го дома, двор которого стал проездным, и тех домов, которые огородились. Но открываться первыми они не согласны. Переживают, что и вдруг пожар, вот так вот. Но открыть они тоже свой один двор, они как бы не согласны. То есть люди в безвыходном положении? Да, люди в безвыходном положении. За, чтобы открыть, ну, все дворы. По закону ограничивать территорию можно из соображения безопасности. Но о них ли идет речь? Узнать это почти 10 лет пытаются жители дома с проездным двором. С моей проблемой МЧС согласились, выехали на место, и проблему озвучили прокуратуре. Прокуратура отказалась сделать выездную дополнительную проверку. И сколько я бьюсь, я не могу достучаться до властей города, честно. Мне очень обидно. Сегодня Ларисе пришел ответ мэрии. Там согласны, что бетонные блоки нарушают нормы пожарной безопасности. Территория аллеи вовсе принадлежит городу. Но власти ограждения не убирают. В домах с перекрытыми проездами уже случались пожары, в том числе со смертельными исходами. Но выводы из этого никто так и не сделал. Земельные участки, как правило, сейчас все узаконены. Многоквартирных домов. Но это не означает, что это частная долевая собственность. И теперь ее можно оградиться и все. Есть еще такое понятие сервитут. То есть даже если территория относится к границе земельного участка конкретного дома, то если это проезд, то, как правило, он им выделен как сервитут. То есть это говорит о том, что могут пользоваться не только собственники конкретного дома, а и прилегающие тоже. И у недовольных жителей есть два варианта. Повторно обратиться в прокуратуру или в суд. Если прокуратура будет себя вести пассивно, или там захочется людям как-то эту ситуацию попробовать разрешить своими силами, им покажется это быстрее, они не лишены возможности обратиться самостоятельно с исковыми требованиями. Вот только суды могут растянуться на несколько месяцев. Сколько еще должно произойти пожаров или других ЧП, чтобы проезд открыли, никто сказать не берется. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле прошла онлайн-игра «Найди дилера». Команда нашего телеканала решила тоже присоединиться к этой игре. И, к слову, мы заняли третье место из 32 команд. Нашли ли мы кого-то и в чем вообще смысл игры, расскажем в сюжете. Количество главных героев русских билетов, которые на самом деле никогда не встречались, в жизни в разных столетиях, назовите их три. Да, да, да. Телеканал «Толк» в поисках наркодилера. В рамках квеста, естественно. Признаемся, некоторые задания заставили нас поломать голову. Напишите, цифру зоны, в которой находится обезьянка из известной... Чего? Кого? Куда? Так быстро-то. А, вот. Цифру зоны, в которой находится обезьянка. Как обезьянки и знания некоторых песен связаны с дилерами, мы, честно говоря, так и не поняли. Но организатор квеста «Краевой дворец молодежи» объясняет. Вообще игра подразумевает очный формат, как было раньше. Например, в парке «Юбилейный» участники квеста искали условных закладчиков. Сейчас из-за ковидных ограничений пришлось уйти в онлайн. Допустим, человек сидит в социальных сетях больше семи часов в день. Ну, почему бы ему не отвлечься на часок в компании своих друзей и вот так вот поучаствовать в таком интерактиве, если еще и выиграть, что получишь очень крутые фитнес-браслеты. Мы как бы приобщаем к ЗОЖу в день, в принципе, здорового образа жизни. А это уже далеко не игры. Благодаря работе ФСБ по краю только за последние два года возбудили 50 уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков. Изъяли 45 килограммов веществ. Гашиш, синтетика, героин. Более 40 участникам наркогруппировок вынесли приговоры. Одно из самых суровых наказаний получил житель Алейска. 17 лет строгого режима за партию синтетики. Наиболее интересная операция была именно с точки зрения международного масштаба. Зимой 2020 года в результате разработки одного из интернет-магазинов как раз-таки на территории города Барнаула и Ибийска были задержаны пятеро граждан Украины. Лица эти обнаружили в сети интернет-объявления о заработках в России в качестве курьера не стали уточнять курьером чего и поехали сюда. У них функции в их входила выемка, закладок, расфасовка и дальнейший запуск по территории региона. В общей сложности изъяли у них больше трех килограммов синтетики. Что касается антинаркотической игры, теперь она пройдет уже в следующем году. Организаторы надеются, что искать дилера будут, как и прежде, в живом формате. А сотрудники МВД тем временем напоминают, если закладка или закладчик попались вам в реальной жизни, об этом необходимо сообщить по телефону 102. Татьяна Голубева, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Спит и ест в машине. Уже четыре ночи подряд водитель из Казахстана ночует в Камазе у пункта весового контроля недалеко от Барнаульского речного вокзала. Дело в том, что Ространснадзор изъял у него документы, в том числе паспорт. Причина – якобы возможное превышение габаритов грузовика. Теперь мужчина в прямом смысле привязан к своему транспорту. Так кто все-таки нарушил закон? Разбиралась Валентина Аскерова. Сахар, да, вот чай. Ну и все. Когда надо, он в магазин за дошираком. Газовая плитка для чая, перекусов, канистра с водой для умывания. Камаз заменил водителю из Казахстана и до сузабировую теплую постель. Уже четверо суток мужчина в нем живет и ночует. Вынуждена. Ространснадзор изъял у водителя паспорт, водительское удостоверение и документы на транспорт. У них засигналила рамка, то есть у меня нарушение высоты транспортного средства. Я попросил их замерить контрольно, потому что у меня он в стандарте. Они пришли, замерили с линейкой, сказали, что превышает на 7 сантиметров. Специалисты Ространснадзор должны были составить протокол и отпустить, говорит мужчина. Однако до сих пор этого не сделали. Поскольку Айдос гражданин чужого государства, то свободно передвигаться по чужой стране он не имеет права. К слову, у Айдоса приключилось еще одно ЧП. Камаз сломался. Был в рабочем состоянии. Я сюда сам доехал, остановился, заглушил двигатель. Теперь он у меня не запускается. Для ремонта нужна буксировка. Следовательно, и документы на транспорт. На руках у Айдоса их нет. Во время интервью с водителем к нам подошли сотрудники Ространснадзора. Прицеп мы пока отпустить-то не можем. Но может передвигаться без документов пока. Потому что у нас документы мы взяли для того, чтобы здесь провести замер. Полиция остановит меня уже. Еще штраф будет. Юристы нам пояснили, что только ДПС имеет право изымать водительское удостоверение и машину. Если вас останавливает сотрудник Ространснадзора, то у него другие полномочия. Он имеет право проверять только документы на законность перевозки пассажиров и грузов. Ни в коем случае ни один сотрудник Ространснадзора не имеет права изымать у водителя водительское удостоверение. Какие-то документы ни ГИБДД, ни Ространснадзор изымать паспорт не имеют права. Ространснадзор предложил Айдосу написать ходатайство, чтобы вернуть часть документов и отремонтировать КАМАЗ. Однако бумаги на полуприцепы мужчине не вернули. Айдос уже написал жалобу в прокуратуру. Ответ получит на следующей неделе. А юристы советуют в этой истории отстаивать свои права в суде. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком. Свалку строительного и бытового мусора на пересечении улиц Минская и Витебская скоро начнут вывозить. Об этом нам сообщили в администрации Барнаула. Накануне в нашем эфире мы рассказывали об условиях, в которых оказались жители двух улиц. На огромной территории и рядом с домами уже больше года сваливают строительный и бытовой мусор. Попытки людей самостоятельно добиться устранения свалки ни к чему не привели. И они обратились к нам. Власти подчеркивают, что ранее они начали поиск нарушителей, которые привозят отходы. Установили табличку о штрафах и проводят рейды. Но самое главное, свалку включили в план осенней санитарной уборки. Ее должны устранить в ближайшее время. К другим новостям. Сегодня в Барнауле открылся первый турнир памяти президента футбольного клуба «Патриот» Виталия Крючкова. Год назад в сентябре Виталия не стало, но молодого, энергичного и целеустремленного тренера помнят и любят. Воспитанники «Патриота», юные футболисты считают, что им вполне по силам выиграть турнир памяти их тренера. Слово Татьяне Голубевой. Я вижу, у вас глазки загорелись. Это круто, это классно. В этом тоже есть работа футболиста. Чик-челку наделал, все. Таким он был. Задурным, улыбчивым, внимательным и очень любящим детей. Когда мы общались с Виталием, буквально сыпал идеями и задумками. Но судьба распорядилась иначе. Теперь его воспитанники играют на турнире его памяти. И вспоминают, чему он их научил. Физику тренировал больше. Поэтому из-за него многие игроки тут очень быстрые и техничные. Это человек, который научил моего ребенка любить футбол. То есть он в нем увидел игрока, когда родители не очень верили. И вот ребенок до сих пор играет и поддерживает этот клуб. И никуда уходить не хочу. Это самый лучший, самый замечательный клуб. Клуб продолжает существовать. Отчасти благодаря помощи родителей удалось организовать сегодняшний турнир. В течение двух дней шесть барнаульских команд-мальчишек 2009-2010 годов рождения будут бороться за кубок. Но награды ждут всех. Каждый участник турнира, это более 120 детей, каждый получит памятные призы. Конечно, организация турнира – история затратная. В этот раз потребовалось больше 50 тысяч. Но проводить его намерены каждый год. Помогли в этот раз, обещают помогать и впредь. Из таких, может быть, небольших, но важных историй зарождается большой спорт и состоит алтайский спорт. Мы будем поддерживать. Организаторы хотят, чтобы в дальнейшем на турнир приезжали и гости. Причем не только из районов и городов Алтайского края, но и из соседних регионов. Возможно, даже москвичи и питерцы. Футбольного тренера Виталия Крючкова знали и любили везде. У него замечательный клуб, замечательные дети. Я очень рад, что его дело до сих пор идет и живет без него. Но Наталья Юрьевич бы очень гордился своими ребятишками. Вы участвуете в этом турнире. На какое место рассчитываете? На первое. На первое. Прям вот без всяких сомнений. Да. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.